всем привет вы на канале польза нет меня зовут сани и как всегда классические у смартфона есть ip68 будем его вначале проверять и как всегда все тесты были проведены мной до утопления также как и обзор одним кадром поэтому если он сейчас крякнется никакие тесты на никакие тесты это дело не повлияло вот так есть еще в водичку чуть-чуть hydra ударчики небольшие и хочу отметить что у него даже не отрубилось видео и это неплохо ну давайте еще разок не зря у него стилус стилус я не вытаскивал в целом отрабатывает всем привет вы на канале польза нет меня зовут сани здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства и сегодня я расскажу вам о смартфоне samsung galaxy s 24 ультра у него производится только на snap 8 ген 3 и вроде бы это идеальный смартфон правильно еще и титан использую но не все так просто какие у нас здесь разумеется плюшки это лтп экран 120 герц помимо этого за 500 пикселей плотность пикселей помимо этого вроде бы и яркость топовая 1700 люксов он реально при нагрузке выдает на солнце и сразу это дело не сбрасывает плюс единственный флагман на рынке с spn 200 мегапикселей камера которая правда от прошлых двух моделей ничем не отличается но это лирика что они обещают они обещают вау какой и я гонял его на стриме я гонял его после стримов сейчас вышла последняя прошивка вчера 23 числа и установил сравнение с айфоном 15 промах будет как раз на этой прошивке снимает смарт и правда классно но рассказать здесь есть о чем не зря на него прожарку делать скорее всего еще вторую буду делать потому что они одно лечат да другое как всегда калечат но об этом ролике смотрим распаковка поставляется эта модель в коробке из плотного картона коробка стандартная для самсунга выполнена в черном цвете с изображением смартфона в минималистичном стиле в комплекте мы имеем сам смартфон без защитной пленки кабель для зарядки с тайп си на документацию и ключ для извлечения слота под 2 наносим карты разумеется никакую карту памяти сюда не запихать блока питания и чехла в комплекте нет что привычно защитной пленки тоже нет габариты устройства 162 на 79,6 на 7,9 миллиметра без блока камер вес смартфона 235 граммов переходим к обзору розыгрыша моря читаем описание какие сейчас актуально постоянно это 5 мебендов 8 серии разыгрывается за лайк подписку и комментарий к любому видео ежемесячно подписывайтесь с колоколом здесь просто море обзоров ежедневно полетели поставляется данный девайс в желтой черной серой фиолетовой расцветки тыльная часть смартфона выполненные стекла с матовым покрытием рамка титановая из-за повышенной прочности если сравнивать с 23 ультра данная модель стала выглядеть не столь аккуратно опять же это мое мнение в любом случае дизайн практически не изменился и по большому счету с какого-нибудь там расстояние в 5 метров вы не отличите с 23 ультра от 22 ультра от 24 ультра блок камер выглядит так же но сразу отмечу что в с 24 ультра теперь прямой экран они водопад за что от меня отдельный огромный плюс хотя понятно кого они копируют собран смартфон отлично качество материалов приятный из рук смартфон не выскальзывает но он широкий одной рукой не всегда комфортно им пользоваться точнее мне лично не комфортно должна быть крупная рука опять же samsung производит компакты тот же с 24 обзор уже был на канале смартфон имеет стандарт влагозащиты айпи 68 и пылезащиты в начале ролика вы видели как я смартфон топил далее на корпусе расположили кнопку питания качели регулировки громкости на одном из торцов далее можно заметить микрофон и динамики и разъем юсб тайп си от ага версии 3.2 ген 1 быстро скидывает файлы что очень сильно радует смартфон поддерживают функцию samsung dex android авто смол fink smart switch и так далее в общем как маленький компьютер ко всему смартфон построен на удобной операционной системе one ui версии 6.1 на скелет стандартно android на данный момент 14 версии 7 лет обновления обещают к слову хотя мне кажется через пять лет он не будет особо актуальным чтобы его обновлять интересных фишек с персонализации интерфейса удобным использованием просто огромнейшее количество что касается различных технологий нововведений с использованием искусственного интеллекта как я уже говорил в обзоре на samsung s24 со всеми этими функциями мы уже давно знакомы в других приложениях и других устройствах в общем ничего нового galaxy если бы вы русский язык везде добавили во всяком случае в переводчиках было бы круто но так как его нет нам нет смысла на нем даже останавливаться далее для персонализации звучания на борту есть предустановки под разные сценарии использования dolby atmos для игр и даже кастомный эквалайзер динамики громкие качество звука отличная но в яблочных смартфонах звучание по мне более объемная насыщенная не очень нравится как у яблоко звучит середина bluetooth предпоследней версии 5.3 я не понимаю зачем они на этом сэкономили наверное чтобы рано или поздно через года три выкатить достойное устройство в плане железа список поддерживаемых аудио кодеков вы видите на экране он нереально скромный они делают все для того чтобы вы использовали только их аксессуары наушники и часы хотя к слову не у них хороши силу вибромотора настроить можно вибрация тактильно приятная samsung galaxy s 24 ультра имеет встроенное электронное перо с пен что стандартно для старших моделей в линейке использовать его удобно не скажу что им постоянно пользовался но в целом его наличие не лишнее хотя опять же я не встречал в своей жизни людей в кафе на улице или еще где-то кто бы пользовался с пеном но они наверное в офисах прячутся поэтому я допускаю что эта вещь мастхэв классно что есть с пен оснащен некоторым количеством жестов для управления да и в целом не просто обыкновенный стилус для того чтобы можно было пользоваться смартфоном а именно устройство которое поддерживает даже управление бытовой техникой и можно создавать скетчи но конечно же с 24 ультра не столь удобен в этом плане как планшет от сяоми не говоря уже о яблочных планшетах опять же если вы точно знаете что не будете пользоваться им то достаточно просто задуматься нужно ли вам данная модель смартфона со стилусом за который вы платите при том скорее всего минимум долларов 100 потому что это в принципе уникальная тема ни у кого больше его нет летим дальше смартфон оснащен дисплеем динамик amoled 2x на 6,8 дюйма с разрешением 3120 на 1440 пикселей защитой corning gorilla glass armor плотность пикселей здесь 505 пипя и чего достаточно но мы встречали смартфону у которых экран плотностью пикселей в 530 пипя и помните а у sony xperia 1 в 643 пипя и пиковая яркость отличная в 2600 нет но по моим замерам выдает экран в пиковой яркости 1700 люксов в обычной яркости 580 и в повышенной 800 с лишним люкса что в принципе неплохо учитывая что повышенная яркость так быстро уже не падает частота обновления экрана адаптивная от 1 до 120 герц но в простой экран почему-то показывает только 24 герца надеюсь найдутся те у кого он показывает один но я пока в интернете не нашел такой себе лтп о да в играх экран откликался отлично в плане сенсорного отклика даже через защитное стекло хотя тестировал и без защитного стекла и с ним мультитач конечно же есть и экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно при том очень быстро полноценная от в наличии и кастомизируется он по полной программе шим поднимается максимум до 30 процентов не самый лучший результат но лучше чем шим в сто десять процентов в прошлых моделях в любом случае если вы чувствительны к шиму smart вряд ли вам подойдет надо вам искать что-то до десяти процентов либо на и песе которых уже почти не осталось флагманов на и песе нет разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного под экран распознаваниями лица и стандартными способами разблокировки при том сканер отпечатков пальцев работает пусть и не супер быстро но почти всегда без ошибок при том можно завести 4 отпечатка пальца один и тот же когда будете авто определять какой отпечаток пальца завели он будет сначала вам показывать 1 2 3 хотя все это один и тот же вот все что нужно знать о безопасности до распознавание лица срабатывает также хорошо биометрические данные можно завести двух лиц либо одного лица в разных стилях процессор здесь установлен ура qualcomm snapdragon 8 ген 3 ультра на других процессорах и не бывает они решили не убивать ее своим exynos здесь техпроцесс 4 на метра с 8 ядрами как всегда но подхимичена все очень интересно в общем душили они его душили но не до душили самсунге графический процессор adreno 750 оперативная память lpddr5x на 12 гигабайт встроенная ufs 40 на 256 512 гигабайт и 1 терабайт по связи имеется поддержка высокоскоростного вай-фай 7 серии поддержка 5g сетей 4g сетей ниже ко всему есть поддержка еще и сима для 4g 3 7 20 разумеется на борту связь смартфон лично у меня ловил отлично но есть страны в которых люди жаловались на то что он ловит плохо притом в россии не читал чтобы была такая проблема у меня таких проблем со связью тоже нет датчик приближения разумеется не подводил все волшебно запись разговоров стоки отсутствует что неудивительно для смартфонов с глобальной прошивкой но опять же вы можете найти smart я не буду подсказывать какого региона для того чтобы у вас была запись в стоке без уведомления собеседника и на все модуль в наличии samsung pay работает не во всех регионах gps тест показывает точность 3 метра что стандартно для qualcomm а переходим к аккумулятору аккумулятор на 5000 миллиампер часов хотя могли бы слегка побольше аккумулятор установить в такую-то лопату в писемарке смартфон выдал два отличных результата один был в среднем разрешении и автогерцовки на 12 часов 33 минуты а второй результат 8 часов 3 минуты был уже при максимальном разрешении и максимальной герцовки с максимальной яркостью смартфон поддерживает проводную зарядку до 45 ватт хотя она ничем не отличается от 25 ваттной той же самсунговской беспроводную зарядку на 15 ватт и реверсивную заряжаются он среднем от 0 до сотки час 20 час 10 у кого как при просмотре роликов на ютюбе у меня уходит среднем 6 процентов заряда в час а в pubgo в не устаете за один час среднем уходила 21 процент с яркостью в 380 люксов с уменьшением до 280 люксов геншин импак к слову после первых двух минут игры смартфон сбрасывал яркость до трех сотен и 60 люксов но это было все до обновления хорошо что я все-таки додержал смартфон что обновление прилетело и теперь в геншин импакт смартфон если выставлять низкие настройки но 60 fps не сбрасывает яркость больше часа легко хотя ему не очень хорошо как только ты выставляешь максимальные настройки 60 fps сбрасывает он яркость через пять минут только она становится не 360 люкс а 120 люксов я думаю вы понимаете о чем я то есть смотреть на экран вообще практически невозможно с другой стороны они допилили устойчивость в геншине но когда-то заходишь сейчас вот снова об новой в pubg new state который спокойно тянул 90 fps пусть и сбрасывал яркость теперь показывает 26 fps все настройки все возможные настройки в дополнительных программах для игр которых просто безумное количество у самсунга да вы не можете просто достать этот смартфон и играть мы должны увеличить температуру на котором может греться процессор допустим на 2 градуса включить чертова тучи игровых режимов и молиться чтобы этот конкретно алгоритм сработал вашей игре это же вам не asus игровой в общем в целом смарт не игровой вообще а по поводу стабильности я не знаю как можно было поломать в прошивкой по бы не стоит так что он стал показывает 28 fps перейдем к тестам тротлинг тест смартфон прошел не совсем мрачный 366 гипсов минимально максимально 534 и в среднем 447 гипсов на 100 потоках при 60 минутах при том хочу отметить что лучше он проходит без всяких настроек если вы выгружаете плюс 2 градуса допустим температура процессора то тогда у вас показывает еще хуже тротлинг тест в общем магия электронов у самсунга по полной программе лучше ничего вот не трогать в гикбенче в сингл коре 2281 в мультикоре 7063 в джипе ускоре 15151 в antutu он выдал результат в 1 миллион семьсот восемнадцать тысяч попугаев опять же это третий раз вот сейчас после прошивки выдают 1 миллион восемьсот сорок три тысячи баллов сторож тест показывает очень даже приличные 179 тысяч но это не максимум результат прогонки в стресс-тесте в antutu и в тестах 3d марка вы видите на экране но по поводу 3d марка он прошел все без морозилки все тесты я проводил без стекла защитовой без чехла в помещении где работал кондиционер на 16 градусов но 3d mark все равно показал в одном из тестов устойчивость 50 процентов и это нереально плохо я такого не видел а эшелона вообще только если брать третий эшелон из разряда там какого-нибудь редмэджика переходим к камерам здесь мало что поменялось если честно основной сенсор samsung is a cell hp 2 на 200 мегапикселей с апертурой 1 и 7 2-кратным зумом оптического качества с активации технологии адаптив пиксел оптической стабилизации и разрешением для видеосъемки 8к 30 fps 4к 60 fps и ниже режиме профессионального видео можно использовать 4к 120 fps но только для основного модуля для широкоугольного объектива и для ультраширика для телевика 4к 120 fps нет далее мы имеем телефото сенсор sony amx 854 на 50 мегапикселей с апертурой 3 4 5-кратный оптический зум и 10-кратный зум оптического качества плюс есть еще один телефото сенсор на 10 мегапикселей с апертурой 2 и 4 с трехкратным оптическим зумом сверх ширик sony amx 560 4 на 12 мегапикселей с углом обзоров 120 градусов апертурой 2 и 2 автофокус dual пиксель фронтальный сенсор на 12 мегапикселей с автофокусом находится в верхней части экрана по центру и максимальное разрешение для съемки видео у него 4к 60 fps smart использует такие технологии как провизуал и space zoom для ночной съемки супер hdr и не только отмечу что камеры действительно достойны на меня смущает то что алгоритмы на базе и дорисовывают и улучшают картинку понятное дело все смартфоны используют алгоритмы которые улучшают изображение на выходе но и смартфон у которых это изображение приближены к реальности а есть сейчас то что делает samsung опять же выглядит круто насыщенно динамично но нереально вообще тут уже как говорится на любителя к слову луну они так и дорисовывают потому что я специально когда тестировал это устройство поймал луну на небе в режиме дня фотографировал iphone на него и делал видео также в общем в целом процентов 20 луны он просто нарисовал на небе пример вы сейчас увидите и сравнение с айфоном 15 pro max и 4к 60 fps основной модуль в принципе вам будет достаточно для того чтобы сравнить iphone 15 pro max с samsung с 24 ультра ультра ширик сейчас будет телевик x5 и телевик вы можете тоже сравнить пока шумов много очень на яблоке цвета непонятные солнца ну вот так вы сможете себя снимать благополучного санс ну и немного сравнения в 4к 60 fps при недостаточном освещении мне кажется что здесь эта штука стоит уже недели полторы но нам нужен нужна ночь и вот так вы сможете снимать на iphone и на с 24 ультра мне сказал что кстати с 24 ультра дергает iphone при ночной съемке или мне так кажется или не дергает посмотрите как вытягивает хотя опять же надо будет смотреть на большом экране смотря как смотреть это ультра ширик давайте с ультра шириком прогуляемся есть телевиком в x5 остап работает у самса вообще топ основа я хочу отметить что я обновил прошивку последнего самсунга они допилили фото камера и по сути прямо допилили давайте 4к 30 fps плавненько разумеется сейчас света должно быть больше плавности меньше вот насколько хорошо или плохо снимать на один или второй смартфон решать вам но да какая-то самсунгом беда тут ну-ка с другой стороны он вытягивает темный объект напишите что вам больше понравилось мне просто интересно вообще с той точки зрения что так же я вижу как вы или нет потому что с цветами но яблоко угадывает больше но сказать что прям цвет ну да яблоко цвет соответствует ладно ладно по цветам все понятно и не будем не будем а то опять скажешь что что зачем нам твое мнение ты лучше примера расскажи после цвета цвета не важно что ты их видишь мы и сами разберемся вообще нужно и покрасить да со светом ультра ширик работает не очень с основа камеры протерта единственная самсунг из 23 утра в чехле потому что все-таки надеюсь его продать до того момента как народ он и покупает он увидит что у него с яркостью и скажет до свидули я хочу от мои 800 долларов 1300 но это будет еще не скоро и я этому очень рад я успею его продать тогда вот но заменяйте яблоко на него однозначно и не будут для съемки что посмотрите найдите 10 отличий в данной ситуации я думаю вы без меня их найдете в данной обстановке ну что мало примеров не бывает хорошо что на новой обнове все это дело потому что мне не скажут что они там буквально даем месяца два допилить вот я и долго очень купал этот смартфон долго он у меня лежал долго его носил и ни одну неделю все это дело длилось и в общем и в общем я созрел и созрелая оказывается рано наверно потому что пока ничего в том понимании в котором бы мне хотелось здесь не допили но чтобы могло меня склонить к фразе беги покупай насчет примеров если они вам не нужны почему вы их смотрите там было фронталка разумеется в 4к 30 fps сейчас 4к 60 fps и вот так вы сможете себя снимать при этом великолепном разрешении и этой частоте кадров вот смотрим на позади надпись на шумы то и другое не особо фонтана я говорю здесь больше выбирать но расстояние вот я на одинаковом расстоянии держу смартфоны и что-то мне кажется что угол больше яблоко зато samsung повторяюсь может так тогда и потом ультраширик и все и еще 4к 60 fps плавненько яблоко почему-то ловит прям люто зайчиков samsung не ловит это после обновления и ультраширик ультраширик у самцы не очень телевик с 5 здесь все-таки скорее samsung выигрывает тоже дадим черные ушки черного внутри неправильно еще внутри они без геодная подсветка не менее противную тему не смотреть-то не особо приятного не то что снимать и ну что же но 4к 60 fps камера протерта у обоих смартфонов с 24 ультра и iphone 15 про макс айфон как всегда отличается умом и сообразительностью в плане микрофонов я уверен что он как всегда хуже а вот в плане отношения к свету и избытка света мы сейчас увидим в основном мы обращаем внимание разумеется на коня нашего фейверет и сейчас я вижу что на яблоке лютейший пересвет просто на основном модуле и он вот в этом сценарии не справлялся вот сейчас он то ли алгоритм его вот видите момент повторяюсь камера протерты и утро шерик по ним по мне перейти хотя не факт это нужно смотреть на большом экране вам уже виднее разумеется можно снимать прорейсе разумеется можно устраивать банкет самсунгом в отдельный профессиональный троги снимать сручными настройками но мы не ищем легко пути это телевик x5 и вот так вы сможете снимать на телевик да я буду здесь чувствую проигрывать но опять же помним что алгоритм и фронтальная камера 4к 60 фпс те же условия 30 фпс даже не хочется сравнивать но надо а вот здесь по фронталке как вы видите и желтит какого-то лешего samsung желтит и со светом он отрабатывает уже по фронталке значительно для интереса включил 4к 30 фпс чтобы примерно прикинуть как можно будет снимать ночью с ним розовый оттенок у яблока правильно передает облака не с розовым оттенком x5 отрабатывает лучше по мне наверно на самсунге хотя он перекрутил синий цвет но башни и правда снова покрашена и я бы сказал что я айфон он не докрутил ультраширик основа 35 все знают как будет иначе помогутся здесь выигрывать я как повезло за это штраф почти полторы тысячи долларов ну прям ультимативная штука но каждый раз напоминаю что самсунг может вот так так по фэн-шуй 4к 30 фпс запись неоновых вывесок нет но есть зеленый источник света который не шутя не зеленый вот самое смешное есть зеленый отлив у него но он он минимальный если еще нет я не дальтоника вот так примерно с светом будет отрабатывать а пока какие артефакты интересные смотрите ос-24 ультра нет там нет ну просто под каким-то углом ну что бы я хотел рассказать про камера смотрите с одной стороны я бы мог сравнить их с яблочными но даже по фронталке яблоко просто по полной программе проиграла относительно самсунга то есть я пробовал и я могу сказать что можете исходники скачивать у меня в личной телеге яблочная тоже скидывал и смысл сравнивать этого дела нет сейчас вы видите практически все фотографии которые более-менее по моему мнению хотя бы чуть-чуть получились на самсунг с 24 ультра хочу отметить такие определенные вещи 1 ультраширик здесь очень 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 плохой по мне пока фотографируют плохо основной модуль с ним все в порядке так же как с телевиком но большинство этих фотографий было сделано пока на старую прошивку на новую еще есть фотографии их тоже уже скидывал я скорее всего смартфон оставлю для того чтобы с ним химичить если говорить про возможности но посмотрите где был из моего 30 30 этажа такая детализация но это это уже уровень это прям нереально круто если говорить про фотографии объектов посмотрите опять же это очень далеко это 30 этаж если брать предметную съемку вот обратите внимание просто все в автомате но выглядит как будто ты снимал на какой-то профессиональный девайс то есть реально съемка уже на уровне прямо у вау но это с одной стороны с другой стороны все равно свет вам нужен все равно нужно какая-нибудь экспозиция и по большому счету все в ваших руках снимает этот smart прям волшебно хотя основная проблема все та же обратите внимание это луна вот она луна маленький кусочек маленький кусочек но мы начинаем увеличивать и получается какая-то дребедень то есть как он рисовал ну ну так и рисует и обсказал что еще более даже эффективно чем раньше если говорить про 12 мегапикселей изумирование максимально ну вот в итоге вы получаете такую картинку она мало смотрибельно новых с 10 x30 все прям нереально круто опять же при хорошем освещении оптическое размытие близких предметов работает прям вау автофокус работает очень хорошо и это портретная съемка вот опять же портретный телевик ну так себе такой себе вырез скажем прямо но фронталка работает всегда по мне хорошо основной модуль телевик телевик сейчас ультраширик x5 x10 x3 смотрим как можно плавно колесик колесико удобнее конечно так 20 максимум ну и здесь вообще шикарно и ультраширик сейчас плавно попробуем не получилось плавно это тач 35 x20 ну очень крутой телевик ночь ультраширик стандартное наше разрешение которое мы все время снимаем x3 телевик телевик x5 вот так все меняется x10 еще больше меняется x5 x3 x1 ультраширик и разумеется ночная съемка без подсветки ничего не дает а кстати интересно почему она автоматически не включается подсветка ну-ка 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 первая съемка кофе на самсунг с 24 ультра и да я в курсе по поводу сенсоров это телевик к слову это основа и есть главное успеть убрать и есть пора прятать 4к 60 фпс варим кофе и пока как то не получается вот все получится автофокус мне нравится телевик x3 так здесь понятно x5 x3 вообще огневый еще фокус огневый вау мне нравится картинка вам как нравится я думаю нравится очуметь очень хорошо очень хорошо очень хорошо 4к 60 фпс фронталка 4к 60 фпс разумеется плюс фронталки в том у самсунга что вы можете делать вот так но разумеется часть аудио будет теряться сейчас вы увидите допустим не прекращаю говорить после того как я прекратил говорить я думаю что вы слышали так можно будет в 4к 60 фпс основной модуль ультра ширик телевик ой основной телевик x3 x5 x10 и зумировать максимум можно x20 и они конечно нереальные днем просто то есть уровень уровень прям вау 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 чтобы вы понимали вот давайте-ка я покажу где-то понимаете x10 допустим x20 издание раз уже почти бинокль издание 2 ультра ширик основу x20 точнее телевик здесь сейчас x20 я такого ни у кого не видел очень круто но похоже видел чуть-чуть яблоко конечно даже близко не так что если вам нужен x20 зум на 4к вот он разумеется немного двойной записи а за что я люблю сам все еще можно квадрате куда угодно менять фронталку с основной так основной модуль 4к 60 фпс я чувствую сейчас от жару запись чехле ультра ширик телевик да вот предположим что вы такой весь хаотичный не знаете чего хотите съемка повторяюсь с одной руке с 24 ультра кроме как на снапе ее ни на чем не делают что неудивительно они хотят чтобы ее покупали и вот так допустим встали основа на телевик x3 x5 x10 понаслаждались уйти на основу и опять себе решили рассказать что вот мои эмоции были за эти 30 секунд просто зашкаливали потому что я на горе видел цветочки но вы все поняли после того как у вас все это дело произошло и снимаете продолжаете цветочки дальше не снимаете что за деревяшками что там мусорки и разумеется то потом может будет обрезать но вам же интересно как он полностью снимает правильно ох ох против солнца по солнцу по всякому и вот так примерно в жару вы сможете его мучить фронталка 4к 60 fps с 24 ультра я не знаю у меня в отличие от а за 40 фон 8 про ультра постоянно сбрасывает яркость может это дело пройдет может она и правда устала и намного более жарко чем рок фону но вот пока так и неудобно конечно что нужно ее довольно далеко на вытянутой руке от лица держать чтобы нормально снять кстати смотрите на рок фон 8 про обзор одним кадром с этой же локации вот она ультраширик основа телевик x5 x10 и выполните на что здесь можно еще делать x20 но для этого надо подноровиться вот так x20 x8 x3 я не специально плохо снимаем не жарко и я думаю что вы понимаете что в таких условиях снимать особого кайфа с одной стороны нет с другой стороны они тоже бывают при прямом солнце хотя вон уже тучки появляются ближе правда это к смогу все это и есть смог куда жгут мусор вот так уже минуту снимает вот в теньке все видно в теньке видно на экране а так включая не включая адаптивную яркость включая включая не включая максимально не знаю почему но экран защищает себя от воздействий повышенных температур точнее смартфон защищает зачем он защищает правильный экран большой и smart берет и уменьшает яркость на экране чтобы не тратить меньше энергии чтобы он меньше грелся и соответственно сам smart грелся меньше вот так он сможет снимать в подобных условиях чуть-чуть спуском это мне кажется что здесь мне уже скоро нужно будет переходить на дорогу но не факт надеюсь что нет не все особо продумано собой когда люди идут в ряд станьте дети встаньте ряд жарко обычно обычно здесь 46 а сейчас 3840 примерно так ну все две с половиной минут сколько он снимать может непрерывно даже на жаре а потом проверю сейчас важно было что он классно снимает просто просто классно на паузу можно ставить можно параллельно фотографировать и единственно обработка фотографии конечно большое время занимает также как и нас 24 надеюсь что это дело оптимизирует продолжаем футблогинг чтобы не говорили что я редко использую смартфон вы попробуйте столько видосов про еду на снимать хотя можно устроиться в кафухе кстати и там снимать и ультраширик и телевик я снова бездоп освещения него цвет отражение синенького на она есть кстати так и есть синий диван отражается еще немного ну толс а по-простому вермишель быстрого приготовления но с нашими прекрасную seafood x3 x5 x10 x5 x3 x1 телевик и 4к 60fps то ультраширик основа телевик x5 x3 x10 основа футблогинг ультраширик это было по это был пар x3 x5 x10 вообще достойно 4к 60fps опять же с 24 ультра разумеется можно делать вот так это я ухожу с ультраширика на основу x3 x5 x10 но несмотря на то что видео мне нравится по фото который мне тоже безумно нравится с этого смартфона у меня вопрос дня до фронталка что с цветами но пока детализация до супер картинка нравится но я четко понимаю что выкручена вообще все по беспределу просто даже больше чем на биби киевских viva и опа ну что же телевик x1 x3 точнее 4к 60fps x10 и смотрим и луну с надо ее поймать наверно в x3 x5 x10 и максимум в x20 фотки луны к слову уже есть в моей личной телеге а вот то что он ее дорисовывает это прямо на фотках факт а вот на видео я вам не скажу что он дорисовывает кстати довольно достойно 4к 60fps основной модуль ну вот скажите что кружки у старбаксов зря такую стоимость хотя может быть не наверное я больной просто это к слову с малайзию увидите в моей телеге потом мне кажется все кто сидят на и дети вообще не смотрят и когда мои обзоры 4к 60fps и вот так ни в коем случае если вы на диете не завтракайте всем приятного аппетита ну что 4к 60fps максимально яркое солнце съемка была против него сейчас на ультра ширики вот сейчас стоп работает по мне неплохо но опять же это нужно будет смотреть намного комплементарнее уже на компьютере а для вас будет уже сразу нормально основной модуль телевик x3 телевик x5 и здесь уже у нас идет кровь невозможно снимать телевик x3 фронталка и целом если не считать что эта штука делает вас краше и цвета подбирает так чтобы вам нравилось вот так сможете себя поценивать немного пляжа как говорится немного камней немного воды основа ультра ширик телевик x3 x5 кроп x10 уходим с кропа x3 x5 фронталка ну что здесь самая фронталка основу ультра ширик x1 или телевик x3 x5 телевик кропа x10 и максимум x20 и плавненько x20 введем вниз и вот так сможете снимать на смартфоне выглядит классно как вы уже будете потом видеть сейчас расскажите в комментах надеюсь 4к 60 фпс перекресток умнела ультра ширик основа ультра ширик фронталка движение может поснима но точно не сейчас сейчас шумов конечно в 4к 60 фпс смотрите особенно на фронталке хотя может быть у вас все лучше x3 x5 x10 вот они 350 люксов радости кто видел стрим с прожаркой этого смарта те знают вот так кстати почему 8к 30 фпс разумеется на фронталку не переключалось почему 4к 60 фпс лата и салата и вот такая вот еда основа телевик x3 телевик x5 ультра ширик минусы поддержка зарядки всего на 45 ватт скромный комплект поставки шима у экрана и цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи ему личный телеграм-канал по ссылкам в описании браба это дело без баллов я больше сильно расстраивался и резюмировать я бы хотел довольно просто вот смотрите аналогов с пеном в принципе не существует на рынке это мы запомнили если вам не нужен с пен за которые вы тоже платите так долларов 150 200 точно то что мы получаем сухом остатке довольно посредственную яркость экрана напоминаю что какой-то там iphone 15 выдает 1300 люксов на максимум этот выдает 800 с лишним и только на пике выдают 1700 для многих кто проживает не на территории где постоянно темно а где солнечно 800 люксов будет мало если говорить про камеры они классные они во многих моментах лучше чем у айфона 15 pro max но отличаются ли они сильно по видео и фото с прошлой моделью нет если смысл этого телевика в x5 я как говорил вот я с айфоном 15 промах схожу все под съемы на него самый ужасный бесполезный телевик это x5 нужен x3 x10 x5 лично мне не нужен если вы портретный фотограф скорее всего у вас sony fx3 бегаете либо какой-то подобной камерой может быть вы и правда профессионал который работает на самсунге кстати напишите если говорить прошим его мало но сказать что его нет он есть при тому приличные 30 процентов это прям очень много пусть и даже в некоторых получаются момент айпи 68 очень круто помимо этого очень круто что они сделали прямые грани хотя с другой стороны понятно чья это копия если говорить про фото возможности я даже сравнивать с китайцами не буду почему потому что тот же viva его по find x7 pro что viva x100 pro по мне уделывает samsung по полной программе хотя опять же у вас может быть другое мнение скачивайте у меня исходники у других блогеров смотрите сравнение делайте сами сравнения если говорить про программное обеспечение ночи классно очень интересно но она настолько многоуровневая я говорю вы почитайте просто как его настраивать под игры они стебутся больше 1000 евро стоимость и они хотят чтобы вы его вручную настраивали мы айку z8 с какой-нибудь за 8x берем и играем спокойно мы берем любой поковский смартфон за 200 долларов и играем здесь какой-то рандом да а можно вот прыгать с этими температурными режимами и всем остальным все делал это издевательство и это еще и не работает король как говорится голый то есть этот смартфон для людей которые планируют играть я советовать не могу по поводу и отдельная категория каким образом они все это дело пиарили все это было в пикселях и не только все это осталось пикселях и не только и все это работает не так волшебно и не будет никогда так волшебно работать плюс еще части этой штуки будет когда-то платно в общем samsung куда-то там пошли непонятно куда но это их право если говорить в целом про мой вердикт не зря столько ждал чтобы они выкатили прошивку новую камеры стали лучше в играх они ничего не подтянули что они там душили в процессоре это их дело мне вообще не важно мне важно что имею на выходе а на выходе имею очень классный девайс который ничем не отличается прошлогодний и позапрошлогодние версии от самсунгов настолько ничего не сделается смартфоном не мог даже iphone то есть они хоть что-то поменяли понятно что можно сказать а у них там был lightning стал тайпсишник ха 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 но с одной стороны с другой стороны можно сказать что у них игры хоть и появились и мы играли в дэв стендинг как вы помните на айфоне 15 pro max на польза над стриме можете посмотреть тест из жидкостным охлаждением беспроводной зарядкой все равно сбросил яркость у нас и все равно под фризе вал но с другой стороны это хоть какие-то шашки вперед здесь просто как и в с 24 очуменный прыжок на месте с попыткой срубить много много денег почему я так долго разглагольствую про самсун вы скажете у него там какие-то претензии к нему потому что их не пришли они к нему samsung ко мне приходил наверное с контор 6 мне писали чтобы идеи подписать но у самсунга есть неприятная история они очень сильно не любят цифры потому что если вы посмотрите обзоры вы часто слышите 480 люксов яркость экрана это очень мало 800 с лишним это 13 смартфоне за просто космические деньги да можно сказать яблоко бежит за максимальной яркостью и китайцы бегут за максимальной яркостью samsung у вас там все в порядке а у них не все порядке знаете почему потому что они не могут оптимизировать систему да она стала 17 кстати гигабайт весить это очень классно и вот это все я вам рассказывают для того чтобы не делать 50 обзоров и большинство людей до делают в первую очередь потому что подписчики во вторую потому что в индии самсунгом по-любому там нужно сделать 10 обзоров чтобы закрыть деталь ты у тебя все было с ними норму да так она и работа может быть я не буду покупать продавать с 24 ультра завтра я поеду куплю с 24 на полковский процессоре у меня на эксинусе один черт как мне правильно говорят все эти смартфоны будут у меня в топ-10 смартфонов на каких местах все зависит от того насколько дропнется их ценник если говорить о всех тестах тесты проводились до утопления если говорить про смартфон в целом просто крутой просто нереальный я бы советовал покупать в одном случае если бы не было на рынке с 22 и с 23 ультра в целом рассказала все надеюсь поставите лайк ролику напишите в комментах чтобы еще хотели убедить увидеть на обзор я купил он армаджик 66 про в перспективе будет еще разялами редми ноут 13 про плюс 5g я не буду рассказывать вам про полу потому что она примерно одинаковые вибро здесь классная стерео здесь классная и в целом великолепный с 22 ультра с 23 ультра ой с 24 ультра и не относитесь плохо к этому обезьянничество потому что эта штука почти в два раза дороже чем предшественник но не лучше не больше батарея не быстрее зарядка беспроводная зарядка вообще смех а проводная зарядка смех и но молодцы надо было что-то выпустить на новом процессе хотя бы процессов сюда нормально запихали девайсу от меня однозначно это когда вы увидите его за 80 тысяч рублей можно будет покупать пусть даже с баллами там 85 тысяч рублей ниже сотки ждите потому что не за что сейчас платить особенно учитывая яркость экрана которую не как как я и говорил подписчикам не допилят с обновлениями хотя может быть я не прав потому что все бывает так сказать может быть они начнут другие экраны пихать повторяюсь девайсу до доброй удачи вам дорогие друзья